Афиша выставки в другом музее, тем более заграничном, на фоне национального художественного, здесь уж точно в порядке исключения. Сегодня в Ватикане 31 наша икона. Сразу-то готовили вернисаж на 46. Закрытыми в хранилище остались габаритные шедевры. Допустим, пророки Исаия и Иеремия и Жировичей почти 2 метра в высоту. Это явление очень характерно именно для юга нашей страны. Там небольшие деревенские храмы, на первый взгляд, но именно в них мы находили достаточно крупные, масштабные произведения. Под большие иконы как раз таки не нашлось подходящих витрин в Ватикане. Самое заветное на выставке 17 века. Не ранее. Образа конца 15-16 столетия вообще не выездные. Эта одегитрия, например, одно из величайших достояний нации. Сегодня у святых ликов о месте окна в веру во храме искусств свое мнение высказало духовенство. Это церковь, это костел. Все надеяснее. И в музее находится эта икона, этот образ. Треба есть некие перемоги. Або вернуть образ, або копию написать. Будет целый музейный квартал. И мы говорили о том, что необходимо сделать некое сакральное место, может быть, часовню, а может быть и храм, где разместить важные, особо почитаемые иконы. Обе ветви христианства в едином порыве работали над знаковым арт-проектом светского года культуры. Так что сама выставка в Пинокотеке страны Святого Престола сравнима с традиционной белорусской иконой. Она православная, католическая, униадская, соединила в себе стили Запада и Востока. Так называемые русские залы. С них, по сути, сегодня начинается экспозиция, что нередко вызывает вопросы у посетителей. Все-таки музей национальный. По проекту реэкспозиции три первых помещения займут белорусские иконы. До сих пор это видели далеко не все сотрудники музея. Отмечу, развеска образов, цвет стен, виртуальные версии условны. Однако концепция великого переселения уже утверждена на республиканском уровне. Директор музея Ватикана Антонио Паулуччи по моей просьбе дал дозвол наведать реставрационные майстерни. И мы с ним домовились, что с наступного года наши реставраторы будут проходить стажировку. Хочу нагадать, что Александр Иванович Лукашенко подчас наведания этой выставы как раз подтримал эту идею стажировок. Это своеобразный задел. Сегодня вокруг национального художественного вырастает музейный квартал. Он будет как в Ватикане, где сейчас показаны бесценные, но все же фрагменты нашего наследия. Осенью выставку из 46 икон, то есть в первозданном виде, увидим в Минске. Александр Матяс, Александр Кривецкий. Наши новости.